Здравствуйте! Вечер субботы, в эфире программа «События». Это значит, что пришло время вспомнить, чем Самара жила всю неделю. Я Марьяна Мирна и наши корреспонденты расскажем вам о самом важном и интересном. Громкое расследование получило развитие на этой неделе. Уголовное дело в отношении подростка, которого подозревают в организации коллективной расправы над шестилетним Егором Антиповым, заводить не будут. Напомню, инцидент произошел прошлым летом в поселке Новосемейкино. Семеро несовершеннолетних связали и жестоко избили мальчика, с которым еще вчера вместе играли на детской площадке. Подростки привязали Егора к тюкам сена, стреляли шариками по глазам и даже пытались поджечь. В итоге Красноярский суд взыскал с нарушителей 40 тысяч рублей. На зачинщика расправы, а им считают 16-летнего подростка, уголовное дело не завели. В материалах скандального дела разбиралась Алина Чемерес. Эксклюзивный репортаж. Я все время боюсь. Теперь я даже роботов боюсь. У меня в последнее время такие сни снятся, такие сны, что меня какой-то круглый робот хочет захватить. Но все время меня защищают животные. Шестилетнего Егора почти год мучают кошмары. Мальчика избили соседские дети. В тот роковой день его мама, вернувшись с работы, не обнаружила сына дома. Поиски не принесли успеха, но вскоре мальчика на улице заметила соседка. Я его привела домой. Ну, так как он грязный, сразу ванную мыть. Начала мыть, а у него везде синяки. Погода холодная была. Вот он гулял в теплых штанах, в кофте. И поэтому, ну, если было майки в штанах, я думаю, что сильнее синяки бы остались. Вот так выглядел Егор после избиения. Ссадиные кровоподтеки по всему телу. Что стало причиной конфликта, до сих пор непонятно. В тот день Егора выследили, связали и отвезли на место расправы. Над ребенком издевались вот здесь, на этом месте лежали тюки сена. Они были связаны веревками, одной из которых к ним и привязали мальчика. Экзекуция длилась два часа. По словам Егора, каратели вон оттуда проложили дорожку из сена прямо к тюкам. Его хотели поджечь. Мальчика спасло лишь то, что сено было мокрым. Вот они убегали вот так, стреляли меня шариком прям по глазам. Мне по голове так больно было. Помог мальчику случайный прохожий, который спугнул участников расправы. Их нашли быстро, семь человек. Среди них были и девочки. Организатором семья Егора считает Александра Москвичева. Ему на тот момент было 15 с половиной лет. Но его мать Алина Майданюк утверждает, что сын весь день сидел дома. Он не избивал ребенка. Это глупости, ложь, клевета. Утром он выходил с ребятами, пообщались там, съездили на велосипедах, покатались. И с 11 часов он был дома весь день. Разбирательства по делу об избиении Егора шли в Красноярском суде. Для возбуждения уголовного дела причин не нашли. Суд постановил только взыскать с нарушителей 40 тысяч рублей. В основном все несрашнолетние подтвердили, что Москвичев Александр был на месте преступления 22 июля 2015 года. Именно он привязывал руки шестилетнему Егору. Именно он по его инициативе был привязан. Семья Егора намерена обжаловать постановление суда и требовать компенсацию морального ущерба, а также возбуждение уголовного дела в отношении зачинщика расправы. Но эксперты утверждают, сейчас главное не тяжбы, а состояние пострадавшего ребенка. Очень важна мудрая позиция всех взрослых и детей, которые совершили противоправные деяния их родителей. И, безусловно, родителя пострадавшего ребенка занять мудрую позицию, направленную на помощь этому ребенку. На урегулирование каких-то взаимоотношений. И в этом смысле, наверное, нужна и профессиональная помощь. Я имею в виду помощь психолога. Психологическую реабилитацию Егор прошел, своих обидчиков давно простил. Записался на самбо, ждет не дождется сентября, когда пойдет в школу. Говорит, учиться будет на пятерке, чтобы стать умным и сильным и в будущем защищать слабых. Если добро будет побеждать зло, тогда все в мире станут добрыми. Алина Чемерис, Станислав Левин, События. Детей, которые жестоко издевались над шестилетним Егором Антиповым, поставили на учет, сообщает сайт Волга Ньюс со ссылкой на Главное управление МВД России по Самарской области. Стресс в работе – не редкость для сотрудников ФСБ. Свои навыки они показали в аэропорту Курумыч. Освобождали заложников, к счастью, условных. Грядущий чемпионат мира по футболу – серьезный экзамен для силовиков. И потому такие учения обещают стать регулярными. Готовы ли компетентные органы обеспечить безопасность болельщиков, которые приедут в Самару со всего мира, увидел Павел Баймаков. Аэропорт Курумыч ежедневно через терминалы прилета и вылета проходят около 3000 человек. Это около 40 междугородних и международных рейсов. Большой пассажиропоток диктует строгие правила прежде всего для стражей правопорядка. Борьба с терроризмом и любыми какими-то действиями, которые могут повлиять на спокойную деятельность гражданской авиации – это общее дело. Поэтому взаимодействие должно быть отработано до автоматизма. Естественно, все службы, каждый должен знать свои задачи и сообща их отрабатывать как можно чаще. Чтобы не мешать работе аэропорта, учения проходят на территории старого терминала. В одном из зданий, по легенде, террористы захватили заложников и заминировали помещение. Здание оцеплено, снайперы занимают позиции. Далее в дело вступает штурмовая группа. Секундная затишь и отвлекающий маневр и злоумышленников кладут на пол, затем одного за другим их выводят на улицу. Казалось бы, все позади, но тут новая вводная другая группа террористов захватила самолет на взлетно-посадочной полосе. Как раз сейчас на поле бойцы спецподразделений готовятся к штурму самолета. Сам захват снимать нельзя. Схема тактических действий держится в секрете и известна лишь силовикам. По легенде учений, в захваченном Ту-154 82 заложника – это пассажиры и члены экипажа и 6 террористов. О подробностях захвата силовики не рассказывают. У каждой группы своя тактика. Главное правило – не допустить потерь среди заложников и личного состава. С террористами не церемонятся. Эти тоже оказываются в наручниках. Осталось лишь обезвредить взрывчатку, которая осталась в здании. Ее обнаружили дальше дело робота-сапера. В тактико-специальных учениях участие приняли представители всех силовых структур. Позже итоги операции обсудили на заседании оперативного штаба. Павел Баймаков, Алексей Золотенков. События. Глава Самары Олег Фурсов прокомментировал уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Проверка ремонта дорог показала, что толщина верхнего слоя двух улиц не соответствует требованиям муниципального контракта и ГОСТу. Кроме того, выяснилось, что фирма заключила контракт, не имея ни опыта работы в этой сфере, ни спецтехники для подобных работ. Таким образом, руководители организации с использованием служебного положения совершили хищение денег в особо крупном размере. Глава Самары считает, что правоохранительные органы должны отнестись к расследованию этого дела с особой тщательностью, равно как и к разбирательству других не менее резонансных материалов, которые пока не получили от силовиков должной оценки. Мы ждем от полиции более решительных действий по ранее направленным материалам и совершенным преступлениям, в частности, по нападению на заместителя руководителя спецкомбината ритуальных услуг Виктора Яковенко, по фактам нарушений при проведении дорожного ремонта в 2014 году, выявленных счетной палатой города, где качество работы не выдерживает никакой критики, по уклонению организации спецстройтехник от исполнения гарантийных обязательств по контракту на ремонт дорог по улице Нововокзальной, по материалам выявленных нарушений при хранении демонтированных торговых киосков. К сожалению, по многим из этих тем нет заметного движения. В администрации города установлены более жесткие требования по сравнению с предыдущими годами к качеству ремонта дорог. В результате данных мер общая площадь дорог, ремонтные работы по которым не были приняты по итогам 2015 года, составляют более 16 тысяч квадратных метров. Это где-то 7% от общего объема выполненных ремонтных работ в 2015 году. В ряде случаев подрядчики полностью переделывали дороги за свой счет. В Самаре возобновились банные процедуры для городских дорог. В среднем влажная уборка происходит раз в три дня, но для основных магистралей делают исключение. Их чистят до 20 раз в месяц. Уборка комплексная, приводят в порядок газоны, тротуары и остановки. Как это происходит на примере улицы 22-го портсъезда, покажем в нашем следующем сюжете. Вода не только камень точит, но и грязь убирает. Вот так на ваших глазах струи чистой прозрачной воды превращают улицу 22-го портсъезда в чистую и отмытую. Лишняя вода стекает в ливневке. Под ярким солнцем асфальт и плитка высыхают за пару минут, только уже без грязи и пыли. Десяток рабочих и шесть спецмашин. У каждого своя зона ответственности. Техника в помощь человеку, который любит свою работу. И наоборот, там, где недостает механизированная щетка, рабочие подметают вручную. Никогда я своей работы не стеснялась. Я всегда люблю работу. Когда придешь грязно, уходишь чисто. И улица становится шире и светлее. Месяц генеральной уборки, когда вывозили мусор, накопившийся за зимом, закончился. Теперь перешли в режим постоянного поддержания города в чистоте. Под контролем вся дорожная территория – от трамвайных путей через проезжую часть до газона, пешеходных тропинок и приладковой части. Рабочие усердно моют дорогу и собирают в мешки мусор, пыль и тополиный пух, которого в последние годы на дорогах стало ощутимо меньше. В городе систематически проводят кронирование тополей. С этого года работой занимаются и районные администрации. А вдоль основных магистралей деревья уже обрезали. Они выпускают новую крону, которую в течение лет пяти пух не несет. Сейчас работы будут продолжаться. Поэтому на дорогах пух стал меньше. Основной пункт на дороге – это заносится именно с дворовых территорий, которые также в рамках убора собираются. Уборка во дворах под ответственностью управляющих компаний. Основные городские магистрали моют до 20 раз в месяц. Большая часть работ проходит на тротуаре. А чтобы не мешать движению транспорта, влажную уборку улиц проводят ранним утром или в ночное время. Собранный мусор и пыль вывозят на полигоны. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События. Пока предприятие благоустройства смывает с городских улиц грязь, работники зеленхоза бьют тревогу. Пока зеленители обещают превратить Самару в город-сад, в отдельных дворах сезон заканчивается слишком быстро. Цветы просто исчезают. Вопрос – куда? Не пойман, но все же вор. На поиски лимонных тагетисов с улицы Осипенко отправилась Марина Кравцова. Сломанный цветок тагетиса – все, что осталось от некогда цветущего рая. Только пару недель назад газон вдоль улицы Осипенко украсили яркими цветниками, питуньями и бархатцами. Теперь же с одной клумбы цветы пропали полностью, с других – частично. Ольга Жарова была в шоке, когда увидела, как расправились с плодами ее труда. Я постоянно хожу здесь на работу. Мы сажаем в такую жару цветы, наоборот, в город, чтобы было красиво. Все и такое вот. В недоумении и жители мимо не смогли пройти. Решили пожурить воров. Где совесть? Остановитесь! Жадность одолевает? Бестыжие! Эту табличку написали жители ближайших домов. Как крик души, протест против цветочного вандализма. Не только совести нет у расхитителей, но и уважение к людскому труду. Каждый цветочек из маленького семечка несколько месяцев растили в теплице. Потом высаживали на клумбу, чтобы они радовали всех жителей города. Теперь городские цветы, видимо, украшают чью-то дачу или балкон. Удивляют масштабы. С этого газона похищено около пяти сотен цветов. Сотрудники спиццерям стройзеленхоза восстанавливают клумбы и подсчитывают ущерб. А ведь по плану в это время должны были украшать цветами другие улицы. В этом году цветы сажают не только в парках и скверах, но и просто вдоль улиц. Там, где большой поток людей, чтобы видели, что наш город становится чище, что наш город становится красше. Хотелось бы как-то призвать жителей, все-таки ценить труд людей и относиться к родному городу, как к родному городу, а не к чужой сторонке. Нам здесь жить. Эти тагетисы должны были набирать цвет в питомнике. Но переехать на клумбы пришлось раньше из-за такого форс-мажора. Все движется по кругу. И так или иначе оно потом возвращается к нам. Соответственно, выкопав цветок, украв его, нарушив красоту и гармонию этой клумбы, по большому счету человек очень сильно вредит самому себе. Воспитывать людей, наверное. Ну, а что с ними еще можно сделать? Охрану же не поставишь? Не поставишь. Это уж не знаю, как бороться. Я сама вот учу своих внуков. Даже вот мусор маленький, пока не несем до мусорки, они не выкидывают. А весь вопрос не только в морали. Кража цветов. Она и есть кража. Независимо от суммы ущерба. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События. Герои другого сюжета, напротив, встали на правильный путь. Были старые, стали новые. В Самаре стартовал ремонт трамвайных путей. Обновят более 20 километров. На пассажирских перевозках это никак не скажется. Работают исключительно после полуночи. Зато после ремонта поездки на трамваях станут безопаснее и надежнее. Под покровом ночи Марина Матвейшина узнала все тонкости перекладки путей. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Идет ремонт капитальный. Участок пути на Красноармейской меняют полностью. Эти шпалы прослужили верой и правдой более 30 лет. Рабочие вручную их выкапывают, чтобы заменить на новые. Труд колоссальный. Учитывая, что каждая такая шпала весит порядка 90 килограммов. Рельсы же грузят краном. Затем готовят грунт и прокладывают новые пути. На совмещенном полоте, в частности, на этом участке, необходимо сделать так, чтобы высота рельсы не превышала высоту асфальта. Тоже, опять-таки, для того, чтобы удобно было ездить автомобилем. Рабочим нужно успеть за ночь полностью заменить участок полотна, чтобы утром не мешать проезду автотранспорта и самих трамваев. В это трудно поверить, но уже в 6 утра здесь пойдет первый вагон. И если сонные пассажиры никаких изменений не заметят, то водитель сразу почувствует, что едет по новым рельсам. Никаких вибраций, меньше шума. А трамвай идет плавно и легко. Когда трамваи обкатают новые рельсы, утрамбуют, грубо говоря, своим весом их в грунт, участок будут асфальтировать. В этом году отремонтируют больше 20 километров путей. Это не только капитальный ремонт, но и текущий, когда под замену идет не все полотно, а неисправный элемент. У нас основная цель – это безопасность перевозок пассажиров. Поэтому, чтобы была безопасность, значит, пути должны быть в хорошем состоянии. Поэтому мы делаем все, чтобы пути были у нас в хорошем состоянии. Всего в Самаре более 170 километров трамвайных путей. И два раза в год их проверяют специальным оборудованием, чтобы вовремя найти и устранить износ. Марина Матвеевична, Григорий Плешаков, События. История со счастливым концом. Два года семья с ребенком-инвалидом пыталась добиться установки пандуса около своего подъезда. Найти взаимопонимание со своим ТСЖ им не удавалось. Дело сдвинулось с мертвой точки только после того, как к нему подключились городские власти. Пандус готов. Завершаются последние работы по его установке. Как удалось найти компромисс, знает Валерия Макарова. Саше скоро исполнится 11 лет. Он мечтает стать поваром или астрономом. Интересов много, но самая большая любовь – это, конечно, кошка Мася. Мы когда брали котенка, нам сказали, что это очень социальные кошки. Им нужно, чтобы дома все время кто-то был. Я говорю, вот нам подходит. Как раз мы все время дома. Диагноз Саша – прогрессирующая мышечная дистрофия. Мальчик ходит с трудом. Не может сам подниматься и спускаться с лестницы. По проекту в их доме пандус предусмотрен, но застройщик его установил только у одного подъезда. По федеральному закону о социальной защите инвалидов пандус должно сделать ТСЖ, если большинство жильцов согласны. С этим мама Саши обратилась в товарищество. Но там идею восприняли в штыки. Дело дошло даже до суда, а после – и до городских властей. Глава Самары поручил с проблемой разобраться раз и навсегда. Во многом это была, конечно, задача дипломатического характера, нежели технического. Просто были вопросы, иногда объективные у обеих сторон друг к другу. Необходимо было согласовать ряд вот этих вот нюансов. И после того, как стороны услышали друг друга, поняли, уже никаких особо вопросов друг другу не осталось. Месяц на дипломатию и чуть больше недели на всю установку. Специалисты оптимальным вариантом посчитали металлический пандус. Быстрый монтаж, легкое обслуживание. Хорошены тем, что пользоваться им могут не только люди с инвалидностью, но и пожилые, и мамы с колясками, которых здесь много. Пандус действительно нужен, потому что неудобно спускаться с ребенком. Городская администрация взяла на себя все вопросы по установке. Нашли спонсора и специализированную компанию. Пандус сделали по всем техническим требованиям. То, что два года такой вот борьбы подошли к концу, это, конечно, здорово. И я верю, что дальше все будет гораздо легче. За ситуацией в этом доме мы начали следить несколько недель назад. Тогда казалось, что компромисс практически невозможен. Тот сюжет должен был называться «Пандус. Прекновение». Но сегодня мы видим, что дело, кажется, идет к своему счастливому концу. И нам искренне хочется надеяться, что этот сюжет мы можем назвать «Пандус примирения». Валерия Макарова, Алексей Золотинков, Станислав Левин, Максим Гусев. События. Жизнь маломобильных граждан нельзя назвать простой, но городские власти стремятся ее облегчить. Несмотря на временное отступление жары, самарцы не готовы покидать берега Волги. В минувшие выходные горожане открыли пляжный сезон. В этом году он будет полноценный и для колясочников. На пляже у Некрасовского спуска уже смонтированы пандусы. В том, что Волжские берега обещают быть не хуже, чем престижные заграничные золотые пески, убедился Сергей Кизоркин. Все указатели ведут на пляж. Этим летом маломобильные самарцы не превратятся в паралимпийцев, катаясь по набережной, в поисках специально оборудованные площадки для купания в Волге. Баннеры в поле зрения. От остановки общественного транспорта и парковки до самой реки. Проверить, как это будет выглядеть на самом деле, а не на бумаге, приехал городской департамент соцзащиты. Люди с ограниченными возможностями принимали участие в составлении всех этих схем. Мы устанавливаем указатель, видит ли он с автобусной остановки, как он будет смотреться. Есть несколько путей. В планах на песке постелить деревянный пол от пандуса до самой кромки воды. На площадке в 100 квадратных метров можно будет отдохнуть с комфортом. Предусмотрены раздевалки, зонтики, специальные лежаки и трехколесные тележки. Спецтранспорт доставит спецотдыхающих прямо в воду и обратно на землю. Хоть по деревянному настилу, хоть по песку. Инвалидам помогут чувствовать себя, как дома, городские волонтеры. Порядка 20-15 человек, я думаю, мы сможем задействовать, которые смогут компетентно помочь. На адаптацию полоски песка на Некрасовском спуске для маломобильных самарцев и родителей с колясками городская казна потратила полмиллиона рублей. Отдых на специальном пляже будет бесплатным. Попасть в райский уголок на Волге инвалидам, возможно, поможет социальное такси. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов, События. Купающихся на самарских пляжах можно увидеть практически круглый год. Но официальный сезон откроется 15 июня. Когда на пляже появится чистый песок, лавочки, урны и что? Показали пробы воды у берега. Подробности в нашем следующем сюжете. К купальному сезону готовят пляжи 1, 2 и 4 очередей набережной. Также места для купания оборудуют в загородном парке на Барбошиной поляне и в Красноглинском районе. Пока приступить к работе в полную силу мешает высокий уровень воды. Сейчас он на отметке 29 метров. Для начала работ уровень отметки не должен превышать 28. Сейчас на пляжах собирают мусор. Скоро обследовать дно начнут водолазы. Очистка дна пляжей от посторонних предметов. Бутылок, банок, крупных камней, мусора, который каждый год появляется, к сожалению. Также подъем крупных затонувших предметов. В этом году посещать пляж смогут и люди с ограниченными возможностями здоровья. В районе Некрасовского спуска оборудуют специальные настилы для подъезда к воде колясочников и специальные раздевалки. Следить за безопасностью отдыхающих на пляжах будут 13 спасательных постов. Но и сами люди должны позаботиться о своем здоровье. Специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют не посещать пляжи до начала официального пляжного сезона. Сейчас пробы воды показывают превышение по вредным микроорганизмам. Эта вода непригодна для питья. Эту воду нельзя брать в рот. И этой водой нельзя мыть фрукты и посуду. То есть она потенциально все равно опасна, сколько бы анализов мы там ни делали. И все прекрасно понимаем, что каждую пробу, каждая часть воды, она же, в общем-то, невозможно ее проанализировать. Официальное открытие купального сезона на Волге запланировано на 15 июня. Лариса Шлафаст, Григорий Пельшаков, События. Одно из самых важных событий на этой неделе, конечно, наступление долгожданного лета и первый же праздник – День защиты детей. В этом году юных жителей региона готовы принять более 700 лагерей дневного пребывания. 17 из них в железнодорожном районе Самары. В парке Щерса в День защиты детей прошел концерт, спортивные игры и творческие мастер-классы. С праздником юных самарцев поздравила и Алина Чемерис. Догонялки в парке – их любимая игра. Ученики 41-й школы не смогли расстаться даже на лето. С удовольствием ходят в дневной лагерь. Рассказывают, заниматься в кружках и ездить на экскурсии гораздо интереснее, чем сидеть без дела. Особенно, если есть твердая цель – стать знаменитым. Мне поможет добиться успеха. Я буду так же, как и Тискарит Зоржа, тоже стал известным. Я тоже хочу стать так же, как он. Обеспечить активный отдых детям родители стараются с первых дней лета. Говорят, они должны быть такими захватывающими, чтобы впечатлений хватило на весь год. Хочется вывезти куда-то детей, обязательно покатать на аттракционах, что-то подарить новое, какую-то радость, улыбки. Творчество, игры – это самое главное, мне кажется, потому что это формирует ребенка, это развивает ребенка. К летним каникулам в регионе все готово. Двери для юных самарцев распахнули около 800 детских лагерей. Из них свыше 700 – дневного пребывания, которые работают при школах и учреждениях дополнительного образования. В железнодорожном районе Самары летом отдохнуть в них смогут порядка двух тысяч детей. Замечательно, когда родители спокойны, что дети находятся в лагере под присмотром. Они получают здесь не только отдых, но и дополнительное образование. Ведь лето – это маленькая жизнь. И мы, взрослые, должны сделать, чтобы эта маленькая жизнь для наших детей была задорной, успешной и, конечно, безопасной. В лагерях дневного пребывания обещают, детям скучать не придется. Всех их ждут творческие мастерские, выездные экскурсии и спортивные эстафеты. Алина Чемерис, Станислав Левин, События. Такой была неделя глазами наших корреспондентов. Я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. И помните, политика в жизни не главное. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok